На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Мария Сираева. В начале коротко о главном в этом выпуске. Бюджет 2019 принят. У народных избранников прошло последнее в этом году заседание Думы. По заслугам в Нефтьюганске наградили самых талантливых, творческих, спортивных, активных и трудолюбивых. Создать атмосферу праздника. Украшения дома, оригинальные елочные игрушки. Как нефтьюганцы готовятся к Новому году. Бюджет Нефтьюганска на 2019 год еще раз обсудили на заседании фракции политической партии «Единая Россия» в Думе города. Принятие главного финансового документа – вопрос важный, поэтому без обсуждений не обошлось. Депутаты Думы обозначили ряд вопросов, на решение которых, по их мнению, обязательно должны быть заложены деньги в бюджете 2019 года. Необходимость обеспечить город резервуарами с неснижаемым запасом топлива. Мы все понимаем ситуацию с нашим газопроводом, видим активную работу, которую Сергей Ильич ведет, чтобы как-то привлечь внимание округа к этой проблеме. К сожалению, единственная ветка газопровода, которая идет к городу, она частная и, мягко сказать, находится в неудовлетворительном состоянии. Глава города пояснил, что резервуары закуплены, а также один из двух дополнительных источников питания уже установлен. Сегодня у нас проектируются объекты, резервуары закуплены, и только природные условия не позволяют эту работу закончить сегодня, продолжить ее делать. Резервуары уже лежат на месте, площадки подготовлены. По вопросу обеспечения жильем детей-сирот, Сергей Дегтярев пояснил депутатам, что квартиры город выкупил, ключи вручат уже в следующем году, после завершения строительства. Одновременно администрация работает и с проблемой обманутых дольщиков. В следующем году однозначно у нас будут введены в эксплуатацию те квартиры, которые приобретены были у инвестстроя на завершительной стадии. В январе мы выйдем к вам с программой для подтверждения, для решения вопросов дольщиков, потому что это все наши жители. Неплохое решение мы нашли. Округ готов софинансировать в достаточно хороших размерах, 75%. После недолгих обсуждений народные избранники решили, что члены фракции партии «Единая Россия» будут голосовать за принятие бюджета города на предстоящем заседании Думы. Большинство актуальных вопросов депутаты обсудили на заседании фракции. В итоге последняя в этом году Дума прошла за час. Депутаты оценили свою работу в 2018 и решили изменить стиль работы в 2019. Большинство протокольных поручений администрации депутаты сняли с контроля. План работы на 2019 одобрен с одним добавлением. Внесение в план работы Думы города Нефтьюганск на 2019 год. Вопрос об обеспечении жилыми помещениями специалистов в сфере медицины и образования. Заслушаем данного вопроса на заседание комиссии по социальным вопросам два раза в год. Июня и декабрь 2019 года. Восьмой вопрос о бюджете на 2019. Ситуация прошлого года, когда депутаты не приняли финансовый документ на последнем заседании, не повторилась. Парламентарии проголосовали за. Из отчетов на заседании Думы был только отчетной палаты о проверках за третий квартал текущего года. Проверка законности результативности использования средств бюджета города, предусмотренных на выполнение работ по сносу домов и строений. Контрольное мероприятие проведено в казенном учреждении службы единого заказчика. Начальная максимальная цена контракта 3 млн 310 876 рублей. Стоимость сметной документации после перерасчета 946 020 рублей. К отчету у депутатов возникли вопросы, их обещали обсудить отдельно. В целом за все пункты повестки депутаты проголосовали за. Итоги года работы подвел председатель Думы. Главное принят бюджет и он социально направленный. Работа прошла в 2018 году очень плодотворно. И есть задел на будущее. И есть очень много, конечно, необходимо изменить. Ясно одно, что город будет развиваться, город будет нормально жить и работать. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Предложите. Вторая пострадавшая доверилась мошенникам, которые взломали аккаунт ее родственницы в социальной сети. От ее имени злоумышленники попросили взаймы 10 тысяч рублей. Потерпевшая перевела требуемую сумму. Потом она написала, когда я уже перевела, она написала, что ее взломали. И писала мне она и про никакие деньги, она знать не знает. Ничто их не надо. В настоящее время полиция проводит проверки и рекомендует нефтьюганцам позаботиться о своей безопасности. Тем более, когда речь идет об общении через интернет. Конец декабря. Самое время подводить итоги года. Накануне вечером культурный центр «Юность» собрал лучших горожан. Грамотами и благодарностями за заслуги в этом году наградили около 150 нефтьюганцев. Обо всем подробнее в следующем сюжете. 2018 год в Нефтьюганске выдался богатым на успехи во многих сферах. Горожане показали высокие результаты в спорте, проявили свои творческие таланты, а также профессионализм на рабочем месте. Виновниками торжества стали нефтьюганцы различного возраста, специальности и статуса. Среди них и сотрудник нашей телекомпании Сергей Марошан, который трудится на благо ТРК «Юганск» уже более 20 лет. По мнению властей, награжденных можно по праву считать командой «Нефтьюганска». Благодаря вам наш город становится все краше и интереснее. В нем происходят различные события, о которых говорят на уровне не только округа, но и России. Всегда поздравляю с Новым годом, говорят с Новым годом, с новым счастьем. А счастье, видимо, это хорошо трудиться, заниматься общественно полезной работой, это иметь много друзей. Сколько побед культурных, сколько побед педагогических, спортивных. Вот этот вот такой совокупный труд, конечно, не было бы его без ваших достижений. Желаю вам всем крепкого здоровья, успехов. Отдельное внимание проявили к волонтерам. За 2018 год местные добровольцы помогли многим нуждающимся. Средства с благотворительных акций и спонсорской поддержки ушли на препараты, а также иную помощь ветеранам и инвалидам. Благодарственные письма – это, конечно, приятно, но далеко не самое главное, уверяют волонтеры. Вы знаете, это очень приятно. Но для того, чтобы дальше работать и реализовывать какие-то проекты, мне кажется, достаточно просто слов благодарности или благодарных взглядов горожан. Мне кажется, каждый из нас в душе волонтер, потому что, видя чужую проблему, человек мимо пройти с равнодушием не может. По завершению торжественной части поздравить нефтеюганцев с их достижениями и наступающим Новым годом пришел сам Дед Мороз. И, конечно, хочется, чтобы все мечты ваши сбылись. Дарья Прокопович, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». «Юганскнефтегаз» досрочно выполнил производственный план 2018 года. К 25 декабря нефтяники добыли почти 70 миллионов тонн нефти. Репортаж наших коллег. Уходящий год отмечен целым рядом отраслевых побед и достижений. РН «Юганскнефтегаз» обновил собственные рекорды по суточной добыче нефти, установив абсолютный исторический рекорд за всю свою историю предприятия, начиная с 1964 года. С 17 октября рекордная суточная добыча нефти составила 197,4 тысяч тонн в сутки. В августе достигнута максимальная средняя выработка на флот ГРП 24,2 операции в месяц. Количество операций ГРП в уходящем году увеличилось на 10% по сравнению с 2017 годом и составило порядка 5 тысяч операций. В течение года выполнено более 18,5 тысяч операций по текущему и капитальному ремонту скважин, что на 7% выше прошлогоднего показателя. Приоритетным направлением в деятельности предприятия по-прежнему остается бурение новых скважин. Менее чем за 11 месяцев 2018 года предприятие выполнило годовой план по проходке. С начала года пробурено более 5 миллионов метров горных пород. Задача стояла пробурить 1525 скважин, ожидаемая цифра 1568, также 104%. Перевыполнять план по добыче нефтяникам удается в том числе благодаря внедрению передовых технологий. Так, эффективная работа по ГТМ позволила дополнительно получить 611 тысяч тонн нефти к бизнес-плану. Все эти достижения свидетельствуют о том, что РН «Юганскнефтегаз» по-прежнему остается лидером нефтепрома России. Сегодня «Юганскнефтегаз» выполнил бизнес-план по добыче нефти. Это заслуга многотысячного коллектива профессионалов своего дела. Я выражаю огромную благодарность каждому работнику «Юганскнефтегаза». С праздником! Уже вовсю ощущается атмосфера Нового года. Многочисленные телепрограммы рассказывают о том, какую елку, какое меню и какой наряд выбрать для праздничной ночи. Кстати, новогодняя мода меняется так же быстро, как и любая другая. И многие предпочитают следовать последним тенденциям. А как нефтьюганцы готовятся к волшебству? Они создают его сами. Смотрите специальный репортаж. Стремление к новизне и оригинальности все дальше уводит новогоднюю индустрию от традиционных лесных красавиц. Елки из кофейных зерен и искусственных цветов, из перьев и мешковины. Еще недавно в моде была ель белоснежная, а теперь нас пугают черными и красными. Народ не отстает. Под Новый год каждый становится немножко дизайнером. В конце приклеиваем бантик. Между красным и золотым я все-таки выбрала золотой. Вот такую очаровательную елку из обыкновенной стремянки создали наши библиотекари. То ли новогоднее дерево, то ли арт-объект. Мы взяли небольшую леску, которую слабо видно, но она есть. Игрушки, бусы. И немножко пофантазировали и повесили. Ну и, конечно же, надо украсить небольшими зелеными елочками. Правда, для стандартных квартир этот вариант слишком громоздок. Нынешние тенденции идут к минимализму. Отсюда и плоские лаконичные ели, которые не претендуют на большое пространство. Хотя порой рождественское дерево напоминают совсем отдаленно. Вот, например, идея от профессионала, которую легко воплотить за один вечер. Чтобы сделать каркас, для этого потребуется пара досок, шуруп и краска. И затем выстраивается гирлянда при помощи пистолета, горячего клея пистолета. Впрочем, большинство из нас все-таки остаются приверженцами классики. А мне больше всего нравится елка в стиле ретро. Тем более стеклянные игрушки прошлого века становятся настоящим раритетом. За что взрослые так любят Новый год? Конечно, за путешествия в детство. Помните, когда всей семьей наряжали елку, а впереди длинные школьные каникулы? Стать такой машиной времени могут старые елочные игрушки. Причем кое-кто сумел сохранить украшения даже полувековой давности. Например, вот эти на прищепках более 50 лет. А вот вешать на елку дождь и мишуру уже дурной тон. Этот отголосок 80-х профессионалы не жалуют. Зато во всем остальном декораторы демократичны как никогда. Цвета елочных игрушек могут быть любыми и не обязательно в одной гамме. Хотя производители, конечно, обновили свои палитры модными оттенками. Пастельные оттенки, сочетание пастельных и темных оттенков, припыленные оттенки. Синий цвет, он всегда актуален при оформлении. То в этом году это уже более такие туманные оттенки синего цвета используются. Но большинство нефтеюганцев не заморачиваются по поводу актуальных тенденций и прочей ерунды. А просто получают удовольствие. Дети и домашние питомцы активно участвуют в преображении интерьера. Посмотри! Ух ты! Красиво! Очень! Детское новогоднее творчество – тема особая. Самая оригинальная и экологичная идея от пятилетней Маши. Ни дерево рубить не надо, ни пластиковые украшения покупать. Игрушки делаем из обычной воды. Сначала заливали воду, потом ложили в воду всякие красивые штуки и потом поставили в морозилку. Наряжаем живую елку во дворе. За неимением хвойной породы сгодится любая другая. Я лечу игрушки подседать! Праздничная ночь, как всегда, пройдет быстро. И вскоре нас ждут обычные повседневные дела. Однако Новый год подарил нам массу вдохновения. И это главное. С Новым годом! Ура! 2019 по китайскому календарю – год свиньи или кабана. Некоторые россияне спешат завести живого символа года в качестве домашнего питомца. Растет спрос на поросят карликовых пород. В эфире другие новости. Скользя копытами по паркету, мини-пиги бегут встречать гостей. Это жители обычной московской квартиры Бонифаций и Барклай. Ловко и привычно запрыгивают на диван. Сразу видно – живут в любви и достатке. Для Антона и его жены это альтернатива собакам и кошкам, на шерсть которых в семье аллергия. «Отношения между ними – нормальная такая дедовщина. Старший, младший. Барклая принесли домой. Он был с ладошку размером. Десятидневный, по-моему, был ещё. И первое, что Боня сделала с Барклаем – это скинула его с кровати». Спрос на мини-пигов в России растёт. Подогревает интерес грядущий год свиньи по китайскому календарю. Некоторые считают, что живой символ года непременно принесёт удачу. Однако зоозащитники уже к весне предсказывают волну отказов. Спонтанная покупка для многих окажется обузой. В частности, в отличие от собак, мини-пиги воспринимают себя с хозяином на равных. «Не так давно перестал спать в хозяйской кровати. Именно по той причине, что ночью просыпается и искренне возмущается тем, что кто-то пошевелился, горлопанит и будет, соответственно, всех». Но при этом такой достаточно спокойный, камеру любит. Всё время лезет, когда его кто-то фотографирует, снимает. Неожиданностью бывают и размеры. Под видом мини-пигов мошенники продают новорождённых поросят более крупных пород. «Учитывая, что их показывают такого размера и рассказывают, что это тикап-пик, что он будет размером с чайную чашку, а потом вдруг этот тикап-пик оказывается 40 килограмм-пик». Карликовые поросята умны, легко поддаются дрессировке. У Ксении 8 мини-пигов. Они артисты мини-шоу. «Дрессировке они быстро поддаются. Они моментально новые трюки выучивают за несколько минут. Самое важное здесь – воспитание. Поросята не испытывают отрицательных эмоций. У них нет страха, у них нет раздражительности. Если им что-то не нравится, они просто возмущаются. Поэтому это очень уютные животные». В среднем мини-пиге живут 10-15 лет. Прародители этой породы – вьетнамская веслоухая свинья и маленькие дикие кабанчики. Мини-пигов начали выводить в 50-х годах прошлого века как доноров для трансплантации органов человеку. Учёные стремились уменьшить вес обыкновенной свиньи в 300 килограммов до веса человека. На этом всё. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.